Всем хай! Всем привет! И я в шоке! Я решила снять это видео, чтобы донести до вас всю правду моего розыгрыша. Вчера я очередной раз наткнулась в своей новостной ленте Инстаграма на очередной репост, гивауэй или розыгрыш, как вы это хотите, так и называйте. Я подумала, неужели люди в это верят? Я сейчас возьму коробку от своего айфона и айпада, сделаю красивые фоточки, напишу, ребята, горе пост, отметьте меня и вы получите это все на следующий день просто так, за бесплатно, на халяву. В итоге я решила провести такого рода социальный эксперимент, действительно сделать подобное фото, снять видео. И я была, честно, в шоке от того, сколько людей сделали репост. Около 150 репостов и около 200, даже больше человек подписались на меня за ночь. 150 репостов! Это просто, ну для меня это капец какой-то. Кто-то сейчас, конечно, может на меня обидеться, отписаться, перестать общаться. Но это был всего лишь соц.эксперимент для того, чтобы наконец-таки раскрыть вам глаза, дать вам задуматься над тем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. На секундочку я задумалась, когда репосты просто начали происходить со скоростью света. Но вы же знаете, кто я и что я, и чем я занимаюсь, что я обычная студентка, работающая в пиццерии. Откуда у меня такие бабосы на подобного рода гивэвэи? Ребят, вы чего? Спуститесь на землю! Я хочу вам сказать, не верьте вы в эти репосты, не живите иллюзией. Welcome to reality! Welcome to reality! Бесплатно халява и даром это все отражается на человеческом самосознании. И в большинстве случаев подобного рода иллюзии делают жизнь человека трагической. Появляется пассивность, бездействие и безответственность за себя и свою жизнь. Ответственность за наше сегодняшнее и будущее лежит только на наших плечах. Только мы сами можем поменять себя и свою жизнь в лучшую сторону. Пора очнуться, очистить свой мозг от подобного рода ожиданий и надежд. Просто выйдите из соцсетей, начните жить реальной жизнью, устройтесь на работу, подработку. Только умственным и физическим трудом мы можем достичь чего-то, того, чего мы хотим. Всех благ, о которых мы мечтаем. И ни в коем случае я не пыталась над вами поглумиться. Я просто хотела до вас донести истину. Хотела раскрыть ваши глаза, что не нужно ждать Деда Мороза, который принесет вам мешок подарков. Не нужно ждать розыгрыша от Атташа Сквик, которая подарит вам пустую коробку от айфона. Но все эти розыгрыши так и происходят. Нетрудно достать две пустых коробки и просто привлечь внимание людей. Которые будут делать кучу репостов и пиарить определенный аккаунт. Но, ребят, правда, вместо того, чтобы сидеть и делать бесконечные репосты целыми днями в социальной сети, займитесь любимым делом, выйдите просто на улицу и прогуляйтесь. Возможно, вас что-то вдохновит. Возможно, вы познакомитесь с людьми, которые вдохновят вас. Или, не знаю. Я ни в коем случае над вами не глумилась, не смеялась. Я вам еще раз повторяю об этом. Поглумились над вами те, кто начали делать подобные пародии с фото туалета, туалетной бумаги и так далее. Эти люди просто посмеялись над вашей наивностью. И надеюсь, что хотя бы сейчас вы поймете суть того, что я хотела до вас донести. Суть того, что пассивность и ожидание халявы не приведет вас к успеху. Надейтесь только на себя. На свои силы. Чудо. Нету никакого чуда. Есть только мы, наши руки, наша голова. Все. Идите работать. Это был жизненный урок от Аташи Сквик. Ставь пальцы вверх. И, конечно же, я приведу гимуэй в будущее, но это будут книги. Это будет что-то реальное. Но не айфон и айпад. А девочки, которая просто учится в университете и работает в пиццерии. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Пускай ваши мечты сбываются, но не стоит забывать то, что без нашего усилия, без труда не выловишь рыбку из пруда.